всем добрый день вы на канале и решу меня зовут ирина сегодня мы с вами разберем задание 22 егэ если для вас это актуально и интересно то оставайтесь со мной теория по этому заданию меня уже разобрана в видео про тропы это видео было к заданию 24 егэ но в задании 22 встречаются некоторые из терминов которые нужны для задания 24 только конечно же в задании 22 их меньше чаще всего вас просят выписать антонимы и синонимы или контекстуальные антонимы контекстуальные синонимы из определенного отрезка текста либо фразеологизмы также я думаю вы знаете что с этого учебного года в отличие от предыдущих в задании 22 немного упростилась формулировка и вам нужно выписать из отрезка который дан какой-нибудь например один фразеологизм а в этом отрезке этих фразеологизмов может быть несколько но вам нужно найти и выписать всего один и я думаю это сделать проще чем было раньше раз теория разобрана то давайте больше внимания уделим практике и сейчас прорешаем несколько различных вариантов задания 22 егэ я вам предлагаю перед тем как я буду объяснять как прорешивать это задание ставить видео на паузу самостоятельно прорешивать это задание и потом продолжать смотреть и проверять правильно вы выполнили это задание или нет если появятся вопросы то обязательно задавайте их в комментариях итак мы с вами разберем 7 вариантов заданий я их взяла с сайта решу егэ но скопировала файл word чтобы можно было что-то отмечать выделять и здесь записывать ответы конечно это не все возможные формулировки задания 22 егэ но буду что-то пояснять комментировать говорить какие могут быть альтернативные и так давайте выполнять первое из предложение 4 вы пишите антонимы вспоминайте что такое антонимы правильное это слова одной и той же части речи противоположные по значению в предложении четыре нам их нужно найти и это не обязательно прилагательные только не обязательно существительные это могут быть слова любой части речи она оценит не внутреннюю силу духа а внешнюю власть техническую государственную как правило если синонимы нужно найти то есть слова схожие по значению они вообще стоят рядом антонимы как правило тоже недалеко друг от друга стоят в данном случае как раз это прилагательные внутреннюю внешнюю и выписываем в той форме в которой эти слова даны в тексте вот так быстро сделали давайте дальше из предложений 20 21 выпишите фразеологизм давайте искать 20 21 доброта самое ценное в человеке самое к нему располагающие и самое в конечном счете верное по пути к личному счастью счастье достигает тот кто стремится сделать счастливыми забыть о своих интересах о себе вспоминайте что такое фразеологизм это устойчивое словосочетание которое вместе обозначает какое-то одно конкретное понятие при этом опять же посмотрите теорию на которую я ссылалась я указывала на то что фразеологизм и могут быть различные степени спаянности если выражаться лингвистическими терминами в общем если проще сказать то могут быть такие классические фразеологизм и аля бить баклуши кот наплакал а могут быть такие устойчивые словосочетания которые просто для всех привычные но с первого взгляда так и не скажешь что это фразеологизм и вам нужно разбить вот эти все предложения на словосочетании посмотреть какое из них самое фразеологичное скажем так не путайте кстати фразеологизм и с метафорами ну и здесь фразеологизм можно найти только один это в конечном счете то есть в итоге здесь не говорится про какой-то счет в банке да а говорится про итог чего-то в конечном счете дальше третье определите слово использованное в тексте в переносном значении выпишите это слово такой вариант задания мне кажется здесь еще все более просто и здесь дано 5 вариантов даже железные из предложения 9 бледно из предложения 23 школьные из предложения 30 домашние предложение 49 и вопросы предложение 57 нужно просто найти слово которое употреблено в переносном значении давайте смотреть контексты предложение 9 слова железный с половины 3 железным голосом ответила она ну вот как раз это и есть переносное значение железный в первую очередь значению этого слова сделаны из железа а здесь говорится про железный голос то есть про какой-то слишком сдержанный например голос давайте остальные проверим предложение 23 дочка ученицы пятого класса которая незадолго до того перенесла тяжелое долгое забвение вернулась однажды домой бледная бледная до в прямом значении что ее лицо было белое дальше школьные предложения 30 на медицинском осмотре в присутствии подруг школьный врач сочувственно воскликнула школьный врач то есть врач работающий в школе все правильно домашние предложения 49 да и в домашнем бы туда домашний то есть тот который находится дома и вопросы предложение 57 спрашивать зачем вежливость также бессмысленно как задавать вопросы тоже прямое значение и выписываем слово железный дальше четвертое задание это разновидность формулировки первое задание там нужно было найти просто антонимы а здесь нужно найти контекстные антонимы от обычных антонимов они отличаются тем что вне контекста они могут и не быть антонимами а вот в конкретном данном предложении они будут антонимами будут понятиями противоположными по значению 8 предложение тот же самый орел как только вышел из комнаты и приближается кабинет своего начальника куропаткой такой спешит с бумагами под мышкой что мочи нет здесь противопоставлены слова орел и куропатка но здесь повторительный падеж куропаткой то есть вне контекста эти слова не будут антонимами орел куропатка просто разные птицы здесь эти слова употреблены в переносном значении и будут контекстными антонимами и выписываем орел куропаткой так предложение 27 нужно выписать разговорное слово ну я думаю для тех кто сдавал о г я думаю те кто сдают и гога точно сдавал вы вспомните помните что такое разговорное слово и как его найти это несложно и так здорово протянул он с удовольствием ну как раз разговорное слово здесь здорово протянул просто переносное значение слова а здорово разговорное шестое задание из предложения 17 20 вы пишите слово имеющее значение крайне бесцеремонный беззастенчивый просто вам нужно найти слово с этим значением кстати да такие формулировки с этого года тоже возможны но они встречаются не часто предложение 17 20 бесцеремонный беззастенчивый слов нет беспардонные себе любцы вызывают чувство осуждения однако не лучшие те кто разменивает свое достоинство как мелкую монету кстати это фразеологизм был бы если бы спрашивали даже разменивать как мелкую монету в жизни каждого человека наверное бывают моменты когда он просто обязан проявить свое самолюбие утвердить свое я и конечно сделать это не всегда просто ну как раз значение бесцеремонно крайне бесцеремонный беззастенчивый слово беспардонные только тут дано конечно в единственном числе но в тексте множественное число и обращайте внимание на формулировку вот этого толкования если здесь говорится про прилагательное и выражается с помощью прилагательных толкования то вам нужно искать прилагательное если глагол то будет написано что действие какое-то если если вам нужно будет искать существительное то будет написано предмет явление или наименование какого-то лица здесь выписываем слово беспардонные и седьмое задание из предложения 33 выпишите синоним к слову жили помещались иногда встречается задание выписать синонимичную пару либо просто выписать синонимы а здесь конкретно указано какому слову нужно выписать синоним предложение 33 жили помещались она звала куда-то заставляла что-нибудь делать чтобы потухли эти пожары чтобы люди не ютились в горящих развалинах чтобы небо не подбрасывала взрывами как раз синоним к слову жили помещались слова ютились его выписываем вот в принципе задание несложное нужно просто быть внимательными и четко понимать что вам нужно найти и и что из себя представляют антонимы синонимы фразеологизм и либо определять значение слова надеюсь что теперь вы разобрались как выполнять задание 22 егэ если забыли теорию то еще раз вам напоминаю что есть видео с теорией к этому заданию помните что вы можете задавать вопросы о егэ в моей группе вконтакте с помощью функции предложить новость я отвечу на этот вопрос и опубликую его в группе чтобы все остальные участники тоже могли посмотреть как поступать в той или иной ситуации даже если кто-то забывал задать мне этот вопрос или вдруг стеснялся если у вас есть идеи для новых видео то обязательно пишите о них в комментариях под этим видео переходите на мой сайт где вы найдете более подробную информацию и будьте с и решу ведь я все решу удачи вам всем пока пока Субтитры сделал DimaTorzok